Ребята, это бомба! Это так вкусно! Ребята, это торт на миллион! Орешки, безе, коньячок. Ну разве это может быть невкусно? Всем привет! Вы на канале Прошу к столу. Сегодня будем готовить вкусный ореховый торт. Для начала белки отделяю от желтков. Белки отправляю сразу в чашу для миксера. Теперь добавляю к белкам щепотку соли. И буду взбивать на средней скорости до образования пены. Появилась уже пенка. Теперь я добавляю примерно чайную ложку лимонного сока. И немножко взбиваю. Белки продолжаем взбивать и потихонечку добавляем сахар. Как только весь сахар добавила к белкам, включая на максимальную скорость миксер и взбиваю до стойких пиков. Пока белки взбиваются, измельчу орехи. Конечно, можно использовать для этого блендер, но я положу орехи в пакетик и воспользуюсь молоточком. Ну вот, орешки готовы. Теперь пересыпаю орехи в миску. И сюда к орехам добавляю крахмал. И перемешиваем. Белки готовы, взбились. Проверить их можно. Вот так, смотрите, получается, что вот не падают. Держится очень хорошо. Теперь к белкам высыпаю орехи с крахмалом. И аккуратно буду перемешивать, чтобы не нарушить воздушность сливок. Ой, извините, белков. Теперь беру противень. У меня стандартный размер плиты. Обычный противень. Стелю обязательно пергамент. И выкладываем белки на пергамент. И ровным слоем нужно распределить белки по противню. Теперь отправляем в разогретую духовку до 120 градусов на полтора часа. Пока корж в духовке, пожарим орехи. На сухую сковороду высыпаю орехи. И надо их слегка обжарить. Теперь приготовим крем. Конечно, можно сделать заварной. Крем у нас остались желтки. Но мне почему-то не хочется сегодня заварной крем. Оставлю желтки и сделаю с ними омлет. Я хочу сегодня приготовить крем со сгущенкой. Для этого мне понадобится сливочное масло комнатной температуры. Точное количество продуктов я оставлю в рецепте под видео. Теперь масло надо немного взбить. Масло немного взбило. Теперь буду добавлять небольшими порциями вареную сгущенку. И взбивать до однородной массы. Для вкуса и аромата добавляю коньяк. И хорошо взбиваю весь крем. Теперь немного ванильного сахара и какао. И крем надо взбить обязательно хорошо, чтобы все продукты соединились. Ну что, безе готово. Получился такой красивый коржик. Похож немного на торт Павлова. Теперь его надо аккуратненько перевернуть. И пергамент, на котором запекался, надо обязательно сразу снять. И разрежем сразу на 4 ровные части. И теперь дадим коржу немного время остыть. Для украшения торта сделаем орехи в карамели. Для этого на сухую сковороду насыпаю сахар. И жду, пока он растает. Как только сахар весь растаял и стал золотистого цвета, наливаю его на пергаментную бумагу. Разливаю немножко по пергаменту, чтобы он был тоненьким слоем. И посыпаю жареными орехами. Теперь соберем торт. Я коржики буду складывать сразу на тарелку, на которой буду подавать торт. И смазываю каждый корж кремом. Крема у нас много, поэтому слой крема делаю такой достаточно толстый. Смазала один корж, сверху выкладываем второй. Тортик собрала. Теперь у меня есть жареные орехи. Я их тоже измельчила. И буду посыпать торт жареными орехами. Бока тоже украшу орешками, чтобы были красивые и ровные. Орешками торт украсили. Теперь перейдем к карамели. Смотрите, какая она красивая получилась. Она уже остыла. В общем-то, отстает очень хорошо от фольги. Произвольно можно ее разломать на любые кусочки, как вам понравится. И украсить торт. Друзья, посмотрите, какой красивый получился торт. Ореховый янтарный. Теперь я его отправлю в холодильник на час-полтора, чтобы крем застыл, а торт немножко припитался. Ну что, давайте скорее попробуем торт. Уже, честно говоря, сил нет ждать, что получилось. Ребята, это бомба! Это так вкусно! Ребята, это торт на миллион. Орешки, безе, коньячок. Ну, разве это может быть невкусно? Фантастические! Вот, честное слово, рекомендую, попробуйте. Обязательно понравится. Легко и просто делается, и очень-очень вкусно. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписались. Смотрите наши видео. Прошу к столу, и приятного вам аппетита! И вот, конечно, Продолжение следует...